Итак, финал на дистанции 50 метров вольным стилем мужчины. Иван Кузьменко, кстати, побеждавший уже на чемпионате России на полтиннике, плывет по дорожке номер 8, у него заявка от Саратова и Пензы. Евгений Седов, не только многоградный чемпион России, но еще и многоградный чемпион Европы, рекордсмен России среди юниоров, он, кстати, давно уже не юниор, тем не менее. За Подмосковье выступает на сегодня Евгений Седов. Павел Самусенко, мне кажется, не надо уже его представлять, сегодня он уже был на педестале почеты после полтинника на спине. Вот сейчас королевой полтинник, дорожка номер 7, Мурманск. Влад Гринев, экс-рекордсмен страны на 100 метров вольным стилем. Дорожка номер 2, что с усами на старт выходим? Ну, легкая небритость есть. У Влада Гринева основная дисциплина впереди, сейчас можно себе позволить. За Москву выступает Влад. Дмитрий Жаворонков, Самарская область. Дорожка номер 6, четвертый результат полуфинальных заплывов 21-19. Илья Шевченко произвел неизгладимое впечатление год назад, когда будучи кандидатом в мастера спорта, а он, кстати, и сейчас еще кандидат в мастера спорта, был вторым на чемпионате страны и, собственно, отобрался в олимпийскую сборную. Даниил Марков. Мы видели его как человека, пробившегося финал на 50 батерфляем. Он же является действующим чемпионом страны на полтиннике в коротких бассейнах. Новосибирск-Красноярск. Ну и Климент Колесников. Даниил и Климент показали одинаковое время в полуфиналах 21-94. Напомню, что рекорд мира принадлежит Цезару Сьеллу 20-91. Рекорд Европы Фредерико Беске 20-94. Рекорд России Володи Морозову 21-27. Юниоров в заплыве нет. Ну, просто напоминаем, что Седов владеет юношеским рекордом России. Итак, 50 вольные мужчины. Самая быстрая, самая короткая, самая престижная дисциплина современного плавания. Климент к этому моменту, что важный чемпион страны этого сезона. Больше чемпионов в составе этого финала нет. Это очень неприятная ситуация. Дмитрий Жаворонков упал. Эта дисциплификация неминуема. Вопросов даже здесь нет. Старт задерживается. Жаворонков покидает стартовый борт. Нервы. И чуть было не упал Данил Марков. Вот это, наверное, самое противное. Сейчас нужно дождаться, чтобы Дмитрий покинул бассейн. И старт будет дан повторно. Вот если бы Данил Марков упал, я думаю, что ему бы разрешили еще стартовать. Но Жаворонков уже не выставит в финале. Еще раз. 50 метров вольным стилем. Мужчина. Немножко подзадержались ребята на старте. Это всегда бывает после фальшстарта. Марков чуть-чуть выскакивает раньше из воды, чем Климент Колесников. Даниил плывет на прямых руках. У Климента несколько прыгающая техника. То, что они вдвоем уже впереди, не обсуждается. На пол головы впереди Даниил Марков. Но руки длиннее у Климента Колесникова. 21-69 Климент первый. 21-85 Даниил второй. И третий Евгений Седов. 22-19. Ну что, Климент уже трехкратный. А это Евгений Седов. Давненько он не был в тройке. Хотя почему? По-моему, в прошлом году или позапрошлом году Женя Седов был в тройке призеров. Правда, тогда он заявлял, что он уже очень много поработал. Две недели тренировался. Ну, сейчас, наверное, три недели готовился. 21-69. 21-85. 22-19. Да, Димы Жаврункова здесь не хватало. Ну и надо признать, что после фальстарта опять проплывет 21-69. У Климента нервы железобетонные. Очень странным образом сегодня не ставился рекорд мира на полтиннике на спине. Ну и к ролям, если бы не было фальстарта, наверное, тоже где-то на уровень рекорда России. 21-40. 21-27. Ну, наверное, 21-27 нет. А вот 21-40 вполне возможно было бы.